всем привет youtube привет много очень поступает вопросов на одну и ту же тему с чего начать вот ребята хотят сами начать потренироваться попробовать свои силы вот что для этого надо минимальный набор как говорится юного пионера для того чтобы начать заниматься ремонтом мять ну самое первое самое главное я считаю это вот мы видим свет есть смысл купить такую лампочку да можно сделать самому но поверьте заводская лампочка но не так уж и дорого стоит сделанная продуманная во всех отношениях то есть я не буду рассматривать самоделки почему потому что свое время я сам их наделал наверное около десятка и в итоге убедился что все таки лучше купить лампочку заводского изготовления для начала есть смысл купить вот такую маленькую но такой присосочки желательно диаметром вот таким 75 потому что она может на большее количество мест на автомобиле или на детали стать почему есть места которые узкие допустим вот здесь уже сюда лампу даже эту не поставить а если будет присоска большая будет как говорится эти места будут недоступными поэтому вот так вот это локлайн вот он на крутить вертеть куда угодно он такой скрипучий но не в этом дело вот какую взять лампочка но я бы советовал я вот работаю на дне продэнте здесь вот в этой лампочки 4 полосы но вполне достаточно будет и двух полос для начала там теплые холодные они будут это но не столь значительно не столь важно хотя бы двухполосную лампочку вот купить такую вот это для начала и это будет уже хорошо но купите четырехполосную как говорится больший ассортимент у вас будет вот так это все выглядывает но с лампой я думаю все понятно это лед лампа работает она 12 вольт вопрос 2 что дальше дальше крючки крючки самые примитивные для начала нужны возьмем какую-то деталь закрепим ее крючки советую сделать вот такие вот самодельные самопальные крючки неважно с какой стали мне удобно например чтобы была т-образная ручка вот вот такие вот крючочки на окончании крючка вот приваривается кусочек с резьбой вот продается в строймах вот для чего для того чтобы но я условно покажу это немножко не то м8 под резьбу м8 вот здесь допустим чтобы в отверстие меньшего диаметра заходить я ее взял сточил здесь оставил ну почти такую же как завода вот так она приваривается взять кусочек вот такой железки приварить кусочек квадратной трубы обмотать изолентой на окончании вот сюда приварить под 90 градусов вот с такой резьбочкой кусочек резьбы вот и уже у вас крючок готов ну еще к нему нужен вот такой подвесик либо вот такой чтобы опираться либо там вот такие вот это все тоже в строймагазинах все это стоит копейки вставляется крючок подвешивается и уже можно работать так работать чем окончание крючка вот что хочу посоветовать если есть токаря или там сами выточить два окончания допустим с металла или с какого-то пластика у кого что получится вот один должен быть наконечник поострее вот ну не до безобразия острый ну скажем так с окончанием там ну порядка двух ну трех миллиметров это будет считаться острым можно и вот такой конечно как пулю заточить но им надо научиться работать и второе окончание можно сделать тупым вот форме грибочка вот это все тоже самопал самоделки я это все делал сам берется огрызок металла зажимается в дрель дрель зажимается в тиски берется болгарка обрабатывается нарезается резьба делается в итоге полируется и все вот такой грибочек и в итоге у вас получается на вашем крючке два окончания одно тупое другое острое вот у вас получился такой крючочек железяка опять же скажу самое обыкновенная вот квадрат чтобы он не сминался вот острым мы поднимаем для начала работаем вот таким крючочком окончанием более тупым потом более острым смотрим в лампочку вот собственно и все что надо для начала идем дальше следующая позиция я вот себе набросал тут так сказать чтобы по плану работать вот такие вот с алиэкспресса пробойники вот пробойник я его тут просто оснастил магнитом надел на него термоусадочку чтоб на магнит грязь если цепляется можно было рукой очистить вот очень часто работая вот так берешь его примагничиваешь и все иначе он собака падает закатывается неудобное место ну и так далее сами понимаете лень двигатель прогресса вот на алиэкспрессе таких вот пробойников можно там за копейки их купить я вот работаю таким китайским хотя у меня пробойников тут тьма поначалу мне казалось что куплю я себе волшебный пробойник и от этого у меня все начнет получаться ничего подобного в данном случае только ваш опыт старания и ежедневные тренировки вам помогут добиться успехов для чего пробойник мы осаживаем металл вниз при помощи допустим вот молотка опять же что касаемо молотки вот такие вот палочки стучалочки прекрасно себя оправдывают вот так я их тоже допустим можно их имплантировать туда магниты вот магнитик мы видим чтобы тоже самое наша палка забивал к вот так вот висела но это как говорится кому нравится кому не нравится спимая красавица такой берется дел покупаются пробойники молотки забивал ки не вижу смысла покупать вот любую палочку удобную по весу по размеру делаете под себя под свою руку поработали не понравилось сделали толще короче ну и так далее разобрались дальше клей что касается клея у меня я за себя рассказываю свое мнение что я советую вот я работаю таким клеем макфиксом требования к клею какие вот он должен быть таким мягким пластичным вот чтобы он хорошо отклеивался отклеиваю как вы все знаете я все это обыкновенным спиртом питьевым не разбавленным клей дальше грибки что касаемо грибку вот такие вот грибки их вполне достаточно советую сразу купить не покупать много вот такие малюсенькие грибочки это нюсливские я их покупал в цате работает превосходно как правило вот такие маленькие грибки с них надо начинать и вот такие грибки опять же там же я в цате покупал с магнитиками чтобы ими было удобно работать поехали дальше можно и нужно конечно купить вот такую штуку называется мини лифтер тоже на алиэкспрессе их можно поискать довольно таки недорого вот но для начала можно сделать себе вот у меня я работаю китайским обратным молоточком можно сделать можно купить тоже они копейки стоят почему я работаю именно этим да потому что он у меня самый легкий я как бы не первый день а второй занимаюсь авторемонтом вот у меня есть еще обратные молоточки это от спутера это все кузовное я вот потащил как вы видите сделал из того что под ногами валялась вот как мы видим и все это также прекрасно работает вот это тоже я купил набор грибков но в данном случае мне вот такая ручка как бы менее нравится и второй момент вес вот этого грузика он большой вот тоже обратный молоточек мне только вытащил в принципе оптимально для начала иметь молоточек вот такого фасона с небольшим весом потому что там чудес не предвидится поначалу когда человек начинает только познавать и хватит небольшого объема грибков я напишу что допустим я бы посоветовал для начала вот в принципе вот эту штуку можно не покупать вот такой небольшой обратный молоточек купить они у меня как бы небольшого росточка здесь но на сайте алиэкспресс такой обратный молоточек вы можете найти там в пределах тысячи рублей вот нет кто-то может сделать себя его сам так же как и я в свое время повесы потом подберете чтобы вам было комфортно работать не вырывать не выворачивать металл а слегка поднимать неважно вы чем вы работаете главное чтобы вы понимали и контролировали процесс вот ну все это приходит ребята с опытом с клеем разобрались грибками разобрались с обратным молотком разобрались со светом вот вот и все для начала вот самое главное я считаю свет ну еще было бы неплохо конечно если вы на чем-то работаете вот можно конечно сочинить вот такой вот столик чтоб на него уложить деталь но опять же можно с какой-нибудь мусорки сейчас много мебели выкидывает какой-нибудь столик деревянный взять вот рост его метр метр на метр квадрат закрепляете на нем деталь ну я закрепляю вот такими вот китайскими тоже они по 300 рублей затяжками хотя бы две штучки таких можно купить они везде продаются в принципе но если нет на алиэкспрессе есть тоже можно найти вот и все закрепили деталь отмыли чуть полирнули желательно брать деталь неокрашенную ставим лампочку и вперед берем крючочек с двумя насадками которая поострее и которая потупее начинаем тупой насадочкой давить ну как говорится вот такой минимальный наборчик инструментов а можно и нужно заиметь для того чтобы начать еще раз повторюсь что в данном случае свет очень важен вот для того чтобы правильно видеть дефект вот и опять же ну если вы хотите этим заниматься я не знаю будете или нет вы потом заниматься хватит ли вам терпения и понравится ли вам эта работа но свет нужен правильный чтобы вы могли регулировать лампу вот поначалу ребята но и делают сами лампы тратят время силы ну поверьте но не стоит она того это я вам честно скажу еще раз повторюсь я не одну лампочку себе сделал мастерил вот тоже думал что выгадаю ничего подобного на этом только можно прогадать ну я опять же скажу еще раз по поводу света мне нравится днепродент но более дешевый вариант у нас а вот туловый мастер я не знаю как они там правильно называется но я ссылочку кину там лампочка там по моему 78 тысяч вместе с присоской стоит вот есть смысл начать хотя бы с такого вот опять же повторюсь лампу купить с присоской крючок и насадки можете сделать сами пробойники тоже копейки стоят ну и купить ну грибковых миллион всяких вот купить вот такие пробойники китайские это будет вполне достаточно имплантировать в них вот таким образом магнитики чтобы они не падали не раздражали никого можно вот такой набор купить который более как говорится потолще у кого-то руки разные вот и работать но для начала я говорю хватит одного пробойничка одного вот такого вот остренького он у меня тут уже слегка под забился под притупился вот я им работаю вполне корректно и нет смысла покупать там по тысячи и дороже в этот инструмент вот такие насадки куча сначала надо основным научиться работать потом уже вы сами будете понимать чего вам не хватает и тогда либо изготовлять либо докупать ну вот ссылочки я под видео выложу так что вот вот так я решил снять для начала ребята уже многие просят вот какой инструмент купить какой хороший какой нехороший самое главное ребята помнить одно надо стараться надо тренироваться каждый день и с опытом все придет поскольку когда мы родились мы не умели не читать не писать не ходить не разговаривать не водить машину ну и так далее вот все приходится по с опытом помните что чемпионами не рождаются ими становятся также и мастерами в любой области если вы желаете со временем со временем все это у вас будет либо вы сделаете либо купите и все будет получаться но для этого надо приложить старания все всем спасибо за внимание пока пока еще одна маленькая дописка по поводу пистолета ну вот у меня пистолет так мне удобно работать я на большой присоске это 100 миллиметровая опять же купил и вот таким вот макаром если надо мне работать для удобства но я так покажу то же самое оставишь опять же как удобно наклоняешь ну присоска с луклайном это дело хорошее я расскажу про пистолет значит что к чему чем этот пистолет мне нравится тем что во первых в нем регулируется температура вот она не чик загорелся значит в нем регулируется температура здесь от шкала есть ну это как бы один плюс то есть можно потише погромче поставить чтобы клей был более горячий или меньше второй момент значит вот здесь есть обратный клапан то есть берем если мой дешевый пистолет вот так наклоним вот поставим его на нагрев вот этот пистолетик у нас может вот этот стержень весь сплавите все это вытечет и то есть вот все привет значит вопрос 1 клей у нас не вытекает вопрос второе что не менее важный этот пистолет не кипятит клей когда закипает клей он такими пузырями становится пузыристый как с пузырьками воздуха вот это плохо почему он либо плохо клеится либо наоборот приклеивается так что его потом не из грибка не из поверхности лака автомобиля снять очень трудно сколько его там не смачивай от этого проблемы в этом пистолете есть мозги и электроника вот выставляешь ты допустим вот у меня там сколько 120 градусов сейчас ну ориентировочно 120 градусов стоит вот мы видим до стрелочка допустим там до 123 он докипятил клей он выключился вот здесь огонечек такой светодиодик загорается остыл вот он и видно сейчас загорелся допустим до 115 он там или до скольки я не знаю тут какая градация может там градус может три может пять градусов ну вот он его нагрел и опять выключился то есть даже если вы на целый день вот так включите пистолет он у вас клей не перекипятит и клей не будет вытекать то же самое все это у меня есть по пистолету ссылки возможно конечно уже устарели но все это можно найти на алиэкспрессе вот советую такой пистолет стоит в пределах там я по-моему бралах там что-то рублей по 700 но опять же я не могу сказать сколько он сейчас стоит но в пределах я думаю тысячи рублей такой пистолет вы купите и будет вам счастье вот почему потому что я подзабыл что клеевая нам нужно ну и последнее отклеиваю я все это обыкновенным спиртом прекрасно отклеивается вот такую мензурку взял от мирамистина здесь такая поливалочка берешь капельку кап вот она капелька пошла и все вот это самый супер минимум который вам нужен чтобы при минимальных затратах начать чего-то делать начать тренироваться вот такая еще маленькая дописочка маленький по скрипту пистолет клеевой по поводу клея клеевого пистолета все это у меня на канале есть смотрите там подраздела разные допустим клеевая там пробойники молотки насадки изготовления инструмента все это есть в своих разделах вот можно посмотреть ну кому что не понятно ну пишите постараюсь ответить все всем спасибо за внимание пока пока вот такой набор юного пионера можно приобрести сделать и я думаю с этого можно стартануть начать пробовать свои силы в этом я бы сказал даже искусстве мне эта работа нравится и я стараюсь совершенствоваться каждый день чем-то заниматься ну люди как бы обращаются я потихонечку потихонечку помаленечку совершенствуюсь то что поверьте то что я два года назад делала это было даже смешно а может и не смешно и грустно то то что год назад делал уже получше то что я сейчас делаю я об этом год назад даже не мечтал то есть все то чему вы учитесь каждый день надо больше работать на разных машинах на разных деталях вот и тренироваться и в итоге вы достигнете того чего вы достигнете ну а если так прийти с налету трах бах поверьте ничего ни у кого не получится какой бы одаренный человек не был в этом нужен опыт старания и каждодневные тренировки вот только так можно достичь какого-то успеха еще раз повторюсь чемпионами не рождаются чемпионами становятся поэтому если у вас есть старание и желание за определенное время можно достичь каких-то достаточно хороших результатов ну вот я думаю что я ответил на вопрос с с Продолжение следует...